Давайте приезжайте ко мне, как вчера, вот облаву делали, делайте сегодня тоже облаву на меня. Приезжайте давайте, я хочу ваши лица увидеть, как вы, блин, здесь хозяйничали у меня возле дома. Правозащитник Булатпек Блялов сам вызывает полицейских, чтобы те доставили его в суд за акцию протеста перед Аккордой. Он и еще 10 активистов антигиптила 28 апреля протестовали перед резиденцией лидеры нации с требованием прекратить интеграционные процессы с Россией. Все участники акции получили различные административные взыскания, от предупреждения и штрафов вплоть до ареста. Прокровь района должен сначала засчитать, потом уже вы должны хватать. По словам Блялова, когда он находился в командировке, полицейские пытались провести у него дома обыск, не поверив родным, что Блялова нет дома. Я, во-первых, никогда не прятался, я всегда шел на акции протеста открыто. Я надеялся о том, что у нас тогда, именно в тот день, когда мы совершили акцию, они нас сами отпустили. Кроме того, есть процедуры цивилизованной извещения. Я никогда не нарушал их и всегда шел. А то, что они сделают, это психологическое давление на моих родных и близких, на соседей, создать из меня образ определенного хулигана, дебошира или криминального какого-то. Вот такой вот, именно для того, чтобы создать такой образ, я думаю, они устраивают такую облаву. Ну что ж, мы готовы доказывать о том, что мы не такие. К словам правозащитника можно было бы отнестись скептически, если бы не количество прибывших полицейских. Брать правозащитника прибыл чуть ли не целый взвод стражи порядка. Перед журналистскими камерами люди в погонах предельно вежливы. Я сказал же, что я выехал. Хайда Кашпайн, Келем, по телефону с вами, с кем-то я разговариваю. Келем, где думаю, нормально. Я же знаю, что я ухожу не для того, чтобы прятаться. Мы публично выражаем и, в принципе, готов нести ответственность, если я что-то нарушил. Ну, в принципе, по-человечески же можно же. У меня пожилая мать, жена, дети. Не надо же так устраивать, мы же не враги же. По-моему, я же позвонил же, Шахтан, Келем, где... Ничего не устраиваешь, официально повестку оставили два раза, и все же. Нет, а что, побытки меня искать здесь дома, что как будто я прячусь. Вот это меня серьезно возмущает. Давайте по-человечески жить. Но в суде от вежливости полицейских не остается и следа. Они захлопывают ворота административного суда прямо перед носом съемочной группы. Закрытый процесс над правозащитником объясняет приказом судьи никого не впускать. Не знаю, где судьи осталось никого не впускать. А кто сказал? Судья, судья. После закрытых слушаний правозащитнику присудили 12 суток административного ареста. Днем ранее еще одного антигептиловца Булата Тулибергенова осудили на 10 дней. Даже несмотря на аресты, нужно продолжать борьбу. Последние мысли Булатпека Блялова в интервью за несколько минут до оказания за решеткой. Все-таки надо бороться за свое здоровье, несмотря на то, что тебя привлекает к ответственности. И выход на чистоту. Мы же еще раз говорим антигептил. Мы готовы, если власть не будет приостанавливать, мы пойдем на более еще радикальные вещи. Это только начало. Поэтому мы на все готовы. Пока протон не остановится, пока гептил не будет остановлен, мы будем действовать. И от силы обстоятельств, если необходимо будет действовать в радикальном поле, мы будем действовать и так же и в радикальном поле. Все зависит от властей. Поэтому мера наказания соизмерная, наверное, в нашем действии была.